Коллеги, рядом со мной Федор Таюшев, компания itmsk.ru. Здравствуйте. Здравствуйте. Федор, расскажите, пожалуйста, немножко о себе, о компании. Компания занимается разработкой IT-решений, это разработка мобильных и десктопных мобильных приложений технических. Мы занимаемся решением задач внутренних бизнеса, то есть мы приходим к клиенту, анализируем полностью бизнес-процессы и уже выстраиваем свою работу на улучшение бизнес-процессов и в том числе на автоматизацию бизнес-процессов клиента под конкретные задачи. И, соответственно, увеличиваем за счет этого прибыль, либо работоспособность компании. Правильно я понял, что вы не делаете приложений, которые связывают покупателей с ритейлером, а вы делаете специальные приложения, которые улучшают работу самого ритейлера у себя именно в инфраструктуре. Но это на самом деле не так, не совсем так, да? То есть мы делаем и мобильные приложения, и приложения для работы с конечным покупателем, с конечным клиентом, и не только для ритейла. Это может быть и B2B сегмент, и производство. То есть мы делаем абсолютно любое приложение, которое может как-то поспособствовать бизнесу. Скажите, вы пришли на выставку для того, чтобы познакомиться с своими потенциальными клиентами, и только выходите на этот рынок, но желаете с ними работать? Либо у вас уже есть какие-то кейсы, интересные клиенты, с кем вы уже работаете? Именно с ритейлером нету кейсов. Да, как раз для нас новый рынок, нам интересно поработать в этом направлении. Здесь большие возможности, большие перспективы, и в том числе рост для нашей компании, так как это более такие гиганты, можно сказать, да? То есть сетевые, которые располагаются не только по России, но и там в странах СНГ. Немножко нестандартный вопрос. Сейчас идут санкции, сейчас западные компании уходят с рынка, тем самым еще порой закрывая нашим разработчикам некие каналы. SDK закрываются для разработчиков сейчас на Apple, на Android платформы? Или в принципе разработчики как работали, так и работают? Разработчики как работают, так и работают. Единственное, что для нашей компании, как компании, мы тоже, к сожалению, столкнулись с рядом сложностей, так как у нас программисты работают и на Украине в том числе, то есть и Белоруссии, нам пришлось немножко разделить наш сайт, и сейчас у нас отдельно сайт будет на России, отдельно сайт на СНГ. А так в целом программисты как работали, так и работают. Все проблемы решаются. Самое главное название компании – itmsk.ru. Друзья, обращайтесь, все задачи будут решены. Спасибо большое. Спасибо вам.